Добрый вечер, уважаемые любители спорта, любители футбола! Телеканал «Радуга-3» начинает очередной выпуск футбольного приложения еженедельной программы «Овертайм», в рамках которого мы показываем вам наиболее интересные матчи с участием футбольного клуба «Сергиевск» в первенстве Самарской области среди команд муниципальных районов, а также демонстрируем любопытные противостояния чемпионата «Сергиевского района» и снова сегодня все внимание именно к данному турниру. Скиф и «Нефтяник» сошлись 6 сентября на Сафадольском стадионе «Олимп». Игра второго круга чемпионата, ключевая игра в определении чемпиона «Сергиевского района». Сумеет ли «Нефтяник» сегодня переиграть скиф и сравняться с ним по набранным очкам? Посмотрим, ближайшие 90 минут игры это покажет. Ну и в течение ближайших 15 минут данной программы мы с вами это увидим. Итак, стартовый свисток прозвучал, игра началась. Прошла она 6 сентября 2016 года на Суходольском стадионе «Олимп». Как видим, погода великолепная. Это был один из последних теплых дней в начале сентября. Футболисты «Нефтяника» играют в форме желто-синего цвета. Марат Таразанов сейчас на ваших экранах. Главная ударная сила, главный действующий персонаж футбольного клуба «Нефтяник». Персонаж, который готов забить 1, 2 и 3 мяча. И если понадобится забить и больше, главное, чтобы партнеры ему подсобили в этом. Так вот, футболисты «Нефтяника» в желтой форме играют. Их владение справа по телевизионному экрану. Илья Лебакин защищает сегодня ворота «Нефтяников». Игорь Камайкин тем временем пробивал, но мяч пролетел рядом со штангой. Скиф, лидер чемпионата, играет в футболках бело-синего цвета. Полосатая форма сегодня у подопечных Андрея Петрова. И с первых минут этого матча мы наблюдаем, как Скиф большими силами переходит на половину поля оппонента. С желанием, в надежде забить. Руслан Канеев на ваших экранах. Сейчас передача на Андрея Петрова. Андрей Петров под левую ногу подрабатывал себе мяч. Пробивал, но выше цели. Мяч после выстрела капитана пролетел. И снова, и снова в атаке Скиф. Павел Купряев оказался в штрафной. Бил головой, но мяч пролетел в сантиметрах от верхней стойки ворот. Состав Скифа, естественно, выглядит более внушительным. Здесь ключевые игроки не только чемпионата Сергиевского района, но и футбольного клуба Сергиевск. Команды, которые выступают в первенстве Самарской области, судите сами. Денис Гаврилов в обороне, Павел Купряев, Камоб Раян в полузащите. В атаке у нас Сергей Белов, который, кстати, выступление за футбольный клуб Сергиевск еще с прошлого года завершил. Но его, как видим, ой, как не хватает в этом сезоне. Так что Скиф выглядит фаворитом данного противостояния. Нужно только данное звание подтвердить. А пока на 15-й минуте штрафной назначен в ворота Скифа. Максим Якушев пробивал с правой ноги. По идее, старался он закрутить мяч в дальнюю девятку, но как раз закрутил-то его в обратную сторону. И мяч к угловому флагу улетел. А сейчас Сергей Белов скидка мяча на партнера. Игорь Камакин сейчас был с мячом. И снова футбольная сфера во Вратарской площади. Нефтяники ликвидируют угрозы и контратака в исполнении Нефтяника. Вот Марат Таразанов на 21-й минуте. Выходит практически один на один. Бьет по воротам, но Павел Куликовский реагирует. Надежен, надежен в этом эпизоде. Галкипер команды Скиф. Да, не без греха выступает страж ворот лидера чемпионата. Ну, а пока я все это говорил, футболисты Скифа открывают счет на 32-й минуте. Из-за несогласованных действий обороны Нефтяника футболисты Скифа добиваются успеха. К сожалению, мы так и не увидели. Это был либо Руслан Канеев, либо Андрей Петров. Мяч после удара игрока в белополосатой форме оказался в сетке 1-0. Итак, несогласованные действия обороны привели к тому, что футболисты Скифа открывают что-то в этом матче. Там еще боковой судья поднял флаг. И как раз защитники в желтой форме сигнализировали арбитру в поле, что положение вне игры. Но Евгений Кузнецов принял несколько иное решение. Показал он, что необходимо играть. И футболисты Скифа поразили ворота Ильи Лебакина. Забив первый мяч в этом матче. 1-0 на 31-й минуте. Полосатые вышли вперед. Еще одна атака в исполнении Скифа. По привычке оккупирует половину поля соперника. Лидеры нынешнего сезона. Удар был сильный. И Виталий Рачков получает небольшое повреждение. Благо, через пару минут он обязательно поднимется и продолжит игру. Марат Таразанов тем временем продолжает бомбардировать владение Павла Куликовского с любой дистанции. Марат Таразанов единственный номинальный форвард у нефтяника в этом матче. Не хватает ему партнера. Не хватает ему Сергея Лебакина, который получил повреждения еще в прошлом году. И весь нынешний сезон он вынужден пропустить. Было бы хорошо, если бы мы увидели Сергея Лебакина на полях в следующем году. Но в этом, конечно, мы его точно уже не увидим. Очень не хватает его команде нефтяник. Вот сейчас Марат Таразанов еще один удар наносил. И снова не получается у двадцатки попасть в створ ворот. А это выпад футболистов с кифа. И здесь уже Илья Лебакин демонстрирует великолепное мастерство. Сократил дистанцию и парировал удар. На этом первый тайм завершен. Пока 1-0. Начинаем рассказ о наиболее ярких фрагментах второго тайма матча 13-го тура чемпионата Сергеевского района по футболу, в котором на Суходольском стадионе «Олимп» 6 сентября сошлись нефтяник и скиф. Пока после стартовых 45 минут команда Скиф выигрывает 1-0. В первом круге Скиф также добился успеха, но там матчи забиловал куда большим количеством опасных моментов, куда большим количеством забитых мячей. Там и нефтяник выигрывал, и Максим Якушев там стандарт реализовал, и Марат Таразанов там два мяча забил и вели. По ходу матча нефтяники дважды, но в итоге уступили со счетом 4-3. Игорь Камагин за 5 минут до финального свистка забил решающий мяч, а сейчас два футболиста Скифа выходят 1-1, и Сергей Белов на 52-й минуте забивает второй мяч. Своей команды в этом матче удваивает преимущество Скифа нападающий, и вот теперь нефтяникам предстоит задача куда сложнее догнать, отыграв два мяча. Вот так вот едва стартовала вторая половина, как футболисты Скифа добились ощутимого перевеса. 2-0 полосатые ведут, и теперь у нефтяников все меньше и меньше шансов для того, чтобы спастись в этом матче. А им не просто спасение необходимо, им не просто ничья нужна, им победа. Победа крайне важна сейчас для желто-синих Виталий Рачков во Вратарской. Самотверженные действия выказывал игрок нефтяника, с двумя защитниками боролся на мяч там, но угловой. Ушел и корнер подают нефтяники. Марат Таразанов головой бил и мяч в сантиметрах от боковой стойки пролетает. Шансы есть у нефтяника, их только необходимо использовать. А вот именно с реализацией в этом матче у желто-синих большие проблемы, пока забить с игры они никак не могут, пока забить с игры они никак не в силах. Николай Таманенко, было у него небольшое повреждение, не играл он за футбольный клуб Сергеевск, но вернулся в строй. Сейчас срезка была неприятная в исполнении игроков нефтяника, и едва мяч Сергей Белов не забил. Но в третий раз огорчить Юрий Бакин у него не получилось, пока со счетом 2-0. Футболисты Скифа выигрывают, и снова прострельная передача в район Вратарской, опасная была. На угловой сейчас выбили футболисты нефтяника. Скиф продолжает атаковать, наседают, постоянно наседают в своем привычном ключе, большими силами в атаку, и постоянно позиционное нападение, которое отбить очень сложно. И вот третий мяч влетает в сетку. Сергей Белов, Сергей Белов, 70-я минута. Со счетом 3-0 команда Скиф выигрывает, и вот теперь остановить ее уже практически невозможно. Совсем немного уже играть остается со счетом 3-0. Скиф выигрывает, и футболисты нефтяника организуют наконец-то свою атаку Максима Якушева. Роняют в районе штрафной площади, и 11-метровый удар назначает главный судья этого матча. Вот сейчас у команды нефтяник появится великолепная возможность для того, чтобы хотя бы размочить счет, для того, чтобы хотя бы начать погоню. Посмотрим Максим Якушев к точке. Сейчас подойдет, естественно, наверняка. Никому он это право, право провести 11-метровый удар. Никому он его не отдаст. Удар поворотом и 3-1. Максим Якушев, хладнокровное исполнение. Вот так бы он и в чемпионате Самарской области исполнял. Тогда вообще бы никаких проблем не было. Но в областном турнире Максим Якушев зачастую промахивается. Итак, 10 минут еще в этом матче играть. 1-3 и футболистам нефтяника необходимо два мяча забивать для того, чтобы уйти от поражения. Три мяча для того, чтобы победить. А победа чрезвычайно нефтянику важна, потому что в этом случае нефтяник и скиф сравниваются по набранным очкам. И вот тогда чемпионат, можно сказать, начнется сначала. Но для этого необходимо Павла Куликовского еще дважды огорчить. А Павел Куликовский сегодня действует просто великолепно. Хладнокровно играет голкипер, правильно выбирает позицию. И ни разу ему практически не приходилось сегодня прыгать за мячом. А это показатель хорошего, хорошего, мастеровитого голкипера. Правильно выбирать позицию. Скиф в атаке, Камо Брайан, 84-я минута, под правую ногу, удар в дальний угол. И Илья Лебакин его парировать не может. 4-1, 4-1, точка, точка в этом противостоянии. Камо Брайан, великолепный удар. Все в этом матче ясно. Поздравляют товарищи по команде Камо, поздравляют его и соперники. Ну а Илья Лебакин, естественно, расстроен. Ну что же, друзья, завершающие минуты матча. Завершающие минуты матча 13-го тура идут на ваших экранах футболисты Нефтяника, которые из последних сил стараются забить второй мяч. В этой встрече единственный удар точный Максим Якушев произвел. Марат Таразанов как не старался, много он воротам Павла Куликовского угрожал, но так и не пробил сегодня голкипера. Хотя, если справедливости ради, можно сказать, что он по воротам-то сегодня практически не попадал. Все шло в молоко. Футболисты Скифа атаковали много, создавали не так много, а реализовали практически все. Скиф в этом матче снова молодцы. Неделю назад они переиграли буровые технологии со счетом 7-1, а сегодня отгрузили 4 мяча в ворота своего главного оппонента. Главного оппонента в борьбе за чемпионский титул. И вот теперь уже ясно. Две игры останется играть Скифу в этом чемпионате. 6 очков разницы, а это означает, что в оставшихся матчах белосиним необходимо набрать всего одно очко, чтобы в очередной раз завоевать чемпионский титул. Пока же Николай Яхтушев пытался перебросить мяч через Павла Куликовского, но даже это у него сделать не получилось. Заключительные минуты матча идут. 89-я уже минута. Навес в район Вратарской. Марат Таразанов бил по воротам. Мяч мимо цели пролетает. Марат Таразанов на земле. Так и не получилось у него сегодня забить. Евгений Кузнецов дает финальный свисток. Итак, со счетом 4-1 футболисты Скифа, подопечный Андрея Петрова, который сейчас на ваших экранах одерживает очередную победу. И титул Скифа уже практически в кармане. Нефтяник сегодня ничего не смог сделать. Ну что ж, уважаемые друзья, на этом очередной выпуск программы Овертайм подошел к концу. Смотрите нас каждую среду и воскресенье на телеканале Радуга-3. На ваших же экранах сейчас забитые мячи данного противостояния. С вами был Дмитрий Сурков. Друзья, увидимся на следующей неделе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА